итак ладно ребят всем привет добро пожаловать ну и давайте продолжим проходить не репликант у нас собственно третий акт root кайны так сказать и давайте продолжим на прошлом стриме мы закончили на том что посетили гору где нам младший брат дал оружие правда она была в плачевном состоянии поэтому мы достали ему материала чтобы он починил этот меч и пока ждем этот меч решили заглянуть попали посмотреть не узнала ли она что-нибудь новенькое роли демонов так что вперед к ней возможно у нас сейчас будет или свадьба или веса русалкой так сказать о полоса о карина сай но за возвращение на муну что но кабинет и наника тегакаре вы вы нашли какие-нибудь зацепки касательно ключа замка замка короля демонов губенна сай но с касси и джикан на к к к к к и сонам мне очень жаль но это займет еще больше времени чем целого голоса вот как по полосам на англо на кайдок не шучу дэкрию уллени декил сиготу она и диска есть какая-нибудь работа с которой я мог бы вам помочь по полосам чтобы вы смогли спокойно сосредоточиться на расшифровке мы посмотрим а кайка вам точно ты же знаешь лодочника с красной сумкой не так ли последнее время он не выходит на работу кайга на матч маде и усмива у него и декина и к сиро чтобы не мог бы отправиться в городе у побережья и проверить его лакаре мастер я понятас и предоставьте это мне ну да ребят собственно вот он теперь мы узнаем всю историю и поймем о чем говорила девочка русалочка что вперед так звук нормально мы уже были в такой ситуации это та пара должно быть опять поссорилась следующий раз будь осторожнее и не ввязывайся в их ссору конечно мы не будем ввязываться он и кара донор так то нам придется пешком пойти до города так как все-таки паромщика нету да кстати насчет оружия оружие которое нужно было собрать в оригинале у нас собрано все однако в этом ремейке нужно собрать еще три дополнительных оружия которые выдается за прохождение 15 кошмаров оригинальной версии это было dlc поэтому это оружие было необязательно все-таки а в ремейке это уже часть игры не является dlc поэтому сделали эти три оружие что там мы получим как награду обязательными не до вас ребят ну арк это мы еще посмотрим кто кого шатать будет как минимум репликан версия тайной может тебя пошатать не хил атак ну и ну и думал что когда-либо видел такой густой туман но но он а это что такое а а Окей Ааа, ну даме Моей жизни конец А что случилось? А, это вы, ребят Ну, мой муж Что работал паромщиком Это вы, ребят Вы заботились о моем муже, который был паромщиком Лишь из-за любопытства спрошу А что, черт возьми, случилось? В самом деле, с мужем снова разговаривали Ну, по правде говоря, я тут поссорилась опять со своим мужем И он как бы убежал из дома Хм, как бы я думал, что нечто подобное и случилось Да, но во всем виноват муж Он съел 10 яблок, которые я специально сохраняла на потом Это... Это... Ничего себе Я тоже была, но... Я знаю, что, наверное, переборщила в том, что сказала Но я не думала, что он уже целую неделю не будет возвращаться домой О, я понял Я понял Мы поищем его Э, правда? Э, правда? Я так рада Ну, тогда, пожалуйста, я полагаюсь на вас Мда Ты все-таки ввязался в это Пойдем, поспрашиваем в саверну Как мы делали раньше А, точно, в саверну Ну, конечно же, мы ввязались, а как иначе? Мы не можем просто взять и пройти мимо Здравствуйте Мы ищем мужчину с красной сумкой У вас случаем нет Идеи, где он может быть? Что? Эта пара еще разговаривала? В чем дело? Та пара, что? Опять поссорилась? В самом деле, как бы она была в доме По правде говоря, похоже, что муж Убежал из дома Это вообще обычное явление Сейчас их называют Бурной и ссорящей парой И, по сути, они стали достопримечательностью города Но, как бы то ни было Муж из деревни с библиотекой Так что, может быть, он просто вернулся туда-обратно? И, по-моему, если я не ошибаюсь Я слышал, что его брат как раз работает там, стражником Понятно Я пойду поговорю с ним Погнали Ты, как ты видишь, он очень красивый Ты не можешь разобраться? Ты не можешь разобраться? Ты не можешь разобраться? Ты не хочешь присоединиться ко мне За стаканчиком Нет, это достаточно Не, я откажусь Ну, блин, ну давай Что, ты передумал? Тогда выпьешь со мной? Я откажусь Ну, Стретыч, я вот попытался Он не хочет ни в какую Формас О, это что-то новенькое Понятно, нам покажут все знакомство Я считаю, он и с девочкой Не могу поверить, что такой большой корабль Сел на мель Что это такое? Эй Кто-нибудь Тут есть? Что за? Кто-то из детей? Где же ты? Ты Ребенок Ребенок В таком месте Но мне ее Лицо Незнакомо Может быть Ты В этом Поехали? Ребенок Что был на этом корабле Все в порядке Все в порядке Тебе нечего бояться Лунар, ты с нами? Пока что Окей Подумает только Эта ссорящая пара Ссорящаяся пара Стала достопримечательностью города Я удивлен Я понимаю, что ты имеешь ввиду Но эти ссоры По какой-то причине Меня бодрят Ты с ума сошел, что ли? Мне это Отвратительно Бодрят, серьезно? Ну, хотя Так, нам нужно к стражнику В нашей деревне Я Тайчо Как ты себя чувствуешь? Ммм Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Твой кашель Кажется, утих Смотри Сегодня Я принес тебе хлебушка Эй, ты в порядке? Ты, наверное, была очень голодна Никто его не заберет Никто его не заберет у тебя Поэтому можешь есть медленно Послушай, а ты на этом корабле... Нет, будет сложновато, если я буду постоянно называть тебя ты Как тебя зовут? Если ты не будешь говорить со мной, я ничего не узнаю. Да, да. Ага. Луиза. Как тебе имя Луиза? Это мне, но... Не нравится? Это... Просто... Имя, которое пришло мне в голову. Тебе не нравится? Ты рада по этому поводу, да? Хорошо, Луиза. Эх, я рад за тебя тогда тоже, Луиза. Блин, это так больно смотреть на самом деле. Если подумать, в прошлый раз, когда жена сбежала из дома, мы искали ее на южных равнинах. Что, правда? С тех пор многое изменилось, но... Но некоторые вещи, как вот, например, эта пара, не изменилось. И я этому рад. На мой взгляд, этой паре нужно повзрослеть. Нет, я не понял. Ага, ну... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Воан ДимаTorzok ДимаTorzok Да, я не ела в последнее время, но ты в порядке? Хорошо, тогда как насчет вот этого? Прости, прости. Это называется песня. Просто напивай свою любимую песню, и тебе станет легче. Пение – это мудрость, позволяющая пройти через тяжелые времена в жизни, поэтому я вот люблю это дело, хотя я не очень хорош в этом. Голос грубоват, не нужно так сильно напрягаться и переусердствовать, но ты молодец, молодец. Интересно, они решили это подать, как бы не именно голосом, словами, а только мелодией. Я знал одного человека, который жил на маяке в этом городе, однако сейчас она уже мертва. Ну, так этот человек, вот, пел мне эту песню. Я столько раз проходил мимо этого места, доставляя письма, что у меня аж уши заложили от ее песни. Но это было очень давно. О, неужели ты пытаешься подбадрить меня? Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Такая добрая Луиза. Так, в новеллке было указано, что почтальон именно напевал что-то. Были слова конкретные? Какая-то странная магическая сила ощущается. Ты разве сама не заметила, Кайне? Ага. Да. Это демон, верно? Хе-хе. Хе-хе. Это на тебя не похоже. Вместо того, чтобы думать об этом, почему бы тебе просто не сделать это? Кайне-сан. Кайне-сан. Как вы думаете? Все в порядке? Нет. Я почувствовала присутствие демона в прибережном городе. Демон в городе? Демон в городе? А, сами слова не были. Ну, тогда интересные они все-таки решили способ показать. Затонувший корабль? Лучше пойти проверить. Да. Пойдем в бухту. Привет, Нянзо. Кайне-сан. Кайне-сан. Эмиль? Что происходит? Что происходит? Двое двое зашли в город. Пожалуйста. Кайне-сан. Хайну-сан, кажется, почувствовала странное присутствие поблизости. Странное присутствие? Демон, что ли? Да. Откуда-то впереди доносились звуки. Но, конечно, не ясно. Но все еще не ясно наверняка. Это единственное полезное умение, которое ты имеешь. Женщина в нижнем... Девчонка в нижнем белье. Кайне? Что с тобой не так? Не, ничего. Давайте уже пошли побыстрее. Затонувший корабль На берегу. Интересно, сможем ли мы как-нибудь проникнуть внутрь? Он в таком плохом состоянии, Что, может быть, где-нибудь есть какая-нибудь щель? Конечно, есть. Это дыра. Она заблокирована деревянными досками. Если мы сможем их убрать с дороги, то сможем войти внутрь. Я беспокоюсь о присутствии, что почувствовала Кайна-сан. Поэтому перед тем, как войдем внутрь, давайте подготовимся как следует. Вы хотите войти внутрь? Да, хочу. Мы готовы. Это дыра. Я не знаю, как мы selected. Ты непосредственно. Так что, как тебе пошел? Это дыра. Ты написал письмо? Ты не знал. Ты написал письмо? Разве я тебя не учил писать на днях? Еще нет? Ну, не стоит торопиться с написанием Но что важнее, меня действительно сейчас переполняет эмоции от того, что ты не боишься меня Когда я впервые тебя встретил, я даже понятия не имел, о чем ты думаешь Слушай, я тут много думал Хе-хе-хе-хе Ты не пришел к нам? Я не могу сказать, что я не могу сказать Почему бы тебе не пойти ко мне домой? Ведь нет ничего плохого в том, чтобы иметь дочь Так... Тебе не нравится эта мысль Печально, но что поделать Что? Пол какой-то мокрый Это... Кровь? Неужели? Неужели? Мы становимся все ближе и ближе Мы к этому не очень приятному присутствию Кайны Ты же понимаешь все, не так ли? Ну, что означает Это присутствие Этот запах Этот корабль Поврежден гниению повсюду Поэтому не будьте слишком... Не бушуй слишком... Слишком сильно Девчонка в нижнем белье Да Да Кайны Кайны? С тобой точно все в порядке? Пожалуйста, не переусердствуйте Так... Мы не хотим рассмотреться в воде Внутри воздух Да Кайны Почему бы нам не изучить Все снаружи корабля Сможем еще подышать свежим воздухом Да? Кайны-сан Да, ты прав Тогда оставим это место на вас Эмиль Кайна, я попрошу Эмиль, позаботься о Кайна Да Ну Пошли Кайна-сан Темно Я не думаю, что тут есть горожане У нас нет других зацепок Нам просто придется продолжать поиски здесь Стратежи, это был голос тирана Демона, который живет внутри Кайны Для меня В последнее место Сверху в центре А тут это не фонарь Эй Разве это не фонарь? Лежит вон там Тарее осталось еще О, там осталось немного масла. Похоже, он все еще рабочий. Окей, фонарик. Саперто. Если у него нет ключа, то мы не сможем. Если у него нет ключа, то мы не сможем. Интересно, сможем ли мы найти его где-нибудь в округе? Конечно, сможем. Только что это девочка была? Я тоже это видел. Прежде чем мы успели опомниться, она ушла куда-то там. Возможно, она и есть та самая сбежавшая девочка, о которой нам говорили на почте. Нам лучше вернуть ее. Здесь никого нет. Странно. Как будто мы видели призрака. Что за глупости ты говоришь? Должна быть тут какая-нибудь щель, через которую она пролезла. Широ у нас боится призраков. Так, окей, мы получили ключ. Что это за корабль? Возможно, на борту остались подсказки, которые нам расскажут о том, что случилось тут во время крушения. Использовали ключ. И прошли дальше. Похоже, что впереди довольно темно. Ну, тогда нужно использовать фонарь, который мы нашли ранее. Привет, Той. Это... 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 Упавшее яблоко. Оно немного испорчено, но похоже, что... Оно совсем недавно тут... Оно совсем недавно тут... Упало. Возможно... Вероятно... Паромщик... Уронил ее. Это... 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 Он собирался... Спрятаться в этом корабле... Пока... Их ссора... Не утихнет... Не забудется... Господи, ну и заноза взойдется из-за него. В любом случае... Давай поищем... Тут все внутри. Давай обыщем тут все внутри. Поищем. Что... Что-то за звук был только что. Он доносился с верхнего этажа. Крочка упала. Эм... Этот... Белый порошок внутри... Это мука? Что-то... 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 Интересно... Была ли это девушка... Которую мы видели у входа... Тут... Зацепила его... Обронила... Эй... Смотри на пол. Путь из белых следов. Должно быть ее. Если мы будем следовать им... То сможем ее найти. тут какая-то толстая книга что такая судовой журнал это должно быть судовой журнал давай посмотрим что там внутри итак курс корабля погода данные о порт прибытия в каких портах довольно большой корабль так что тут все довольно детально записано однако в определенный день записи внезапно здесь обрывается что же черт возьми случилось на этом корабле что-то нехорошее это же точно то на на муку динамика махи катас что-то там светится с другой стороны этого шкафа черт возьми мы не можем так туда попасть из-за того что этот шкаф преграждает нам путь давай по обычным это место может найдем какой-то проход над так подожди я могу его сдвинуть так ну я сразу его сдвину вы раздвину ты шук не идти Getionahuit а ну дикли Correcting корр дэун а вот какой-то блокнот лежит на стали этот еще очень много различные буквы и цифр они не а то как ты тут чё ты шукин и широк на его да Похоже, что это записи о товарах, которые были на корабле. Так, посмотрим. Какие-то, это корабль был в конкурсе. Это было невероятно. Люди... ...продавали их? Да, я думаю, что они зарабатывали очень много денег. Мы одинаковые люди. Как они могли так поступать? Как они могли поступать со своими сородичами, такими же, как они ими. Я даже не хочу этого понимать. Однако, просто везде есть глупые люди. Так, окей. Теперь мы знаем точно, что это за корабль. Я чувствую сквозня. Эй, вот эта белая ваза. Может быть, если сдвинешь ее, она будет как какой-нибудь переключатель. Похоже, что эта ваза является переключателем. Попробуйте нажать. Так, скрытая комната у нас там. О, бабло. Заходи ты. Какая большая коробка. Какая большая коробка. Нет. Какая большая коробка. Сделанная из железа. Это, похоже, инструменты для пыток. Что тут происходило, для чего их использовали. Я даже себе представлять не хочу. Какая большая коробка. Какая большая коробка. Лунар. Нет. У нас не все так выглядит, как в этой комнате. Какая большая коробка. А вот эта коробка. Какая большая коробка. Какая большая коробка. Какая большая коробка. Песня. Не нужно взбодриться. Куда делся тот человек? Почему я испытываю подобные чувства? Звук прекратился. Это было похоже на голос девушки. Это голосовая труба. Это инструмент для передачи голоса через трубу. Из одного места в другое. Ты хочешь сказать, что в другой комнате, с которой связана эта труба, находится девушка? Подожди. На стене здесь висит карта корабля. По всей видимости, эта труба соединена с каютой на корме. Думаю, нам придется пойти дальше вперед, до туда. Вперед. Благодаря фонарю, мы далеко продвинулись. Ты прав. Кроме того, по какой-то причине, видя как он горит, я чувствую себя в безопасности. Я не знал, что ты такой романтик. Я не знал, что ты такой романтик. Как ты такой романтик. Я читаю. Я читаю. Это похоже на какой-то дневник. Так, давай прочтем. Ух. Так что... Секрет, что он бросил в комнате в surrounded by puedo убить виду. Так. Пока этот монстр ходил тут в округе и убивал других моряков, моряк, что писал этот дневник, прятался в этой комнате. Это правда? Я не знаю... Это не то, может быть... так это кухня вот тут по-моему заходили все-таки большая кастрюля здесь должно быть готовили еду для большого количества моряков а тут какая-то записочка так большая порция риса без перца это похоже что предпочтение каждого моряка я не знал что есть те кто придирается виде достойно похвалы что кто-то типа следит за этим и кстати говоря еда которые мы ели в доме ссорящейся пары ранее так так же было ну она была не особо сбалансирована ну да по сути там все только из яблок состоял если мы найдем мужа давай на этот раз пригласим их к себе домой хорошо привет пей бой и лечебные травы и все что-то за запах он доносится из комнаты внизу но у тебя рингон и опять упавшее яблоко опять упавшее яблоко Так, давайте рассмотрим в глубь. Это пол? Эй, ты в порядке? Да, я все равно в порядке. Ооо... 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 Здесь так темно, ничего не видно. Вдобавок ко всему... Ужасно пахнет. Ну, похоже, что мы упали... На дно корабля. И... И при падении я, похоже, потерял фонарь. Давай поищем его, где он упал. Ооо... 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 Ни за что не прощу его. Ооо... Папа... Ооо... 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 Почему все именно вот так? Ооо... 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 я хочу просто нормально с ним поговорить я не хочу чтобы он боялся меня я не хочу чтобы он ненавидел меня сила дабы сохранить человеческую форму сила что позволит увидеть свет дня сила дабы у меня был прекрасный голос если бы я съела больше людей если я так сделаю я смогу стать человеком а вы двое эмиль и кайна вы вернулись корабль да мы вошли через другую щель на корабле я услышал звуки что доносили с темного этажа внизу и забеспокоился прости кайна с тобой уже все в порядке да немного лучше спасибо за беспокойство понятно но я действительно очень рад этому однако кажется что с вами двумя не все в порядке в этот раз что случилось что важнее кайна то присутствие которое ты ощущала оно этажом выше сакими сусмы как и дома сосуд похоже у нас нет иного выбора как кроме двигаться вперед туда молитвы марруме рарит оками на мангу стетя ты гамик Тут куча свернутой бумаги Что? Это письма? Кажется, на них всех написаны одни и те же символы, но... Почерк очень грязный и неразборчивый А, понятно Это, собственно, то, что пыталась написать та девочка Луиза Запах становится все сильнее и сильнее Как ты себя чувствуешь, Каина? Мне это не нравится Это последняя комната Убийца горожан может быть там Так что действуй с осторожностью Так, вы хотите войти внутрь? Это девочка Мы ее видели у входа корабля Подожди Что-то не так Девушка На корабле В котором куча трупов в округе Она Демон Очень опасный белый демон И вот это подавляющее присутствие Что ты ощутила не что иное, как просто Ее дыхание только А становится все захватывающе Да? Да ну Присутствие, которое почувствовала Каина Это была эта девочка? А? Вы Давно не виделись Почтали вам Что вы тут делаете? А По правде говоря По правде говоря Я в последнее время часто Нахожусь на этом корабле Эта девочка Она была тут На этом потерпевшем Крушении корабля Я заботился о ней Пока Она не сможет И не будет готова Выйти снаружи Точно Послушайте Вы Прошу прощения, что беспокою вас Но у девочки Кажется Идет кровь Хорошо, что я как раз взял с собой там бинты Но Послушайте Как именно нужно Обращаться с Месячными У девушек Прошу прощения Это было слишком грубо С моей стороны Не подходи к ней Она Постой Кайне Кайне Эмиль Мы тут разберемся Как-нибудь А ты Иди снаружи С ними все будет в порядке Пошли Немедленно Корабль рушится Вы должны побыстрее выйти снаружи Наружу Я понял Распешим Демон Срань Не мешайся Думаю Я смогу выбраться Через вон ту дыру Так, ну Билки особо не нужны Вы двое? Слава богу Вы целы Да Но Почтальон Все еще где-то там Да Мы должны его спасти При таком солнце При таком Сильном солнечном свете Демон Не сможет за нами угнаться Снаружи Так что здесь мы можем подготовиться Ну Он Вообще-то Сможет Бак Не может быть Бак Не могу поверить, что она находится на солнце и не умирает Нет, это не так, ее тело на самом деле Обжигается солнечным светом Но она очень быстро регенерирует Это свет Что-то приближается Отойди с дороги Это песня Это песня? Разве это не похоже на имитацию человека? С ее стороны Неважно, сколько людей съем Я не могу насытиться Не знаю, откуда у тебя эта мысль Но звучит так, будто ты готова нас съесть Все Дамаг такой себе К магии А вот оружие Отлично Цель вся в щупальце с лицом Я понял Не останавливайся Зарежь и вторую Прирежь Никто не помог мне Он был единственный Кто был добр ко мне Он показал мне Что значит доброта Я собираюсь стать человеком 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 Что сможет общаться с ним на одном и том же языке И мы будем жить вместе Ради этого человека Ты все это делаешь Как мило Ой, какая жалость Лунарк нет Почтальона-то она не съела Она ест остальные А Почтальон, как ты видишь Она привязала сильно к ней Ради него Он Сейчас стреляй Ради него Она и пожирает других Чтобы спыть с ним Да, он где-то там в трюме Наверное Мы справились Что это? Оно огромное Ради этого человека Скорее Ради того человека Не могу поверить Она исцелила Столько ран От обычных атак От обычных атак Она исцеляется В мгновение ока Эй, тот парень Вон лежит на пляже Он покровитель этого демона Ты можешь использовать его В качестве заложника Заткнись Я не обращу свой клинок Против человека Я не могу поверить Что Она превратила Часть себя В копья И начала стрелять По нам Так, а где музыка? Или это так задумано? Просто возьми этого парня В заложники Иначе мы умрем Пошел ты Хоть попадаем Уже восстановилась Количество копий Летающих в нас Увеличивается Я знаю, но Срань Такими темпами Да, это так задумано Насчет Посмотри сюда Этот парень Важен для тебя Не так ли? Это Конец Как так? Она бессмертная После такой атаки Она еще не пала? Нет Мне Страшно Она начинает Концентрирует свою магию Можем ли мы Что-нибудь сделать Чтобы остановить Ее атаку? Нет, не успею Я стану человеком Я стану человеком Нужно что-то Эй Ты что делаешь? Прекрати Ублюд Мое тело Срань Срань Остановись Не бойся Очень скоро Очень скоро Я Стану Человеком Ты что делаешь? Ты убьешь себя Оставь их в покое Этих людей Надеюсь мы сможем Вместе увидеть океан Все это время Ты обманывала меня Но ведь это ты Научил меня петь Ты Чудовище Демон перестал двигаться? Тебе придется использовать магию Чтобы пронзить ее Прямо в голову Так, собрав остатки магии Теперь можно нажать L1 Чтобы выстрелить Черным копьем Я хочу стать человеком И жить с тобой Я тебя Ненавижу Почему У меня такое тело Почему Так все Обернулось Когда мир вокруг Так Прекрасен Субтитры создавал DimaTorzok Неделю спустя Спасибо 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 Вы сильно помогли Это я в долгу перед вами Это маленькая цена За то, что вы сделали Мне действительно очень жаль Сколько людей в городе Были съедены Демоном Я не могу поверить, что Я оказывается Заботился и прикрывал Преступника Такое долгое время Вам-то не о чем Беспокоиться Это все вина демона Надеюсь, что так Ну, нам пора идти Нам нужно Пойти и доложить Кое-кому Обо всем Все еще Понятно Тогда До встречи Я напишу вам Письмо, если что Вы нашли моего мужа? Ну Насчет этого Почему Ты мне не отвечаешь? Да Пожалуйста, скажи мне Что с ним все в порядке Неужели он уже Так, как ответить? Рассказать правду Не рассказать правду Думаю, расскажем правду Блин, во второй раз Этот квест Как-то Еще жуще Тяжелее Короче, все за правду Ваш муж Был убит Демона К тому времени, как мы его нашли Уже было слишком поздно Ложь Почему Носить всю эту сумку И помнить Все это время Он всегда думал обо мне Нет, невозможно Скажите, что это неправда Ну да, стратегия Мне печально Думать о том, что Я больше никогда не услышу Как ссорится эта пара Да Если бы я только Побыстрее бы его нашел Срань Не нужно так винить себя Ты Ты и так хорошо справился Не, ну Этот квест Наверное Будет сейчас Самой сильной стороной Игры, что ли Так, ну идем А, стоп Это еще не все Это что еще такое Что это такое Письмо Оно адресовано почтальону Почерк ужасен Она, наверное, старалась Как могла написать ее И что там написано Скоро-соро Скоро он проснется Пошли Кайне Могу я спросить тебя Кое-что В чем дело Почему ты решила Угрожать демону В битве О море Не знаю, просто Просто как ты вообще Дошла до этого Не знаю Просто так подумала Вот как Что там написано Неизвестно Ну, стратежи Только Емиль знает Насколько я понял Ну что Этот квест занял Где-то час с половиной Неплохо Блин Половина квеста Реально была за кадром В первом прохождении И вот во второй Во втором прохождении Мы увидели его полностью Поэтому сейчас Я вас спрошу Ну Что вы думаете Об этом квесте С русалочкой Луизой Каковы ваши Впечатления После того Как увидели Полную картину Я думаю Уже понятно Говорил Что наверное Один из самых Эмоционально заряженных Моментов В игре будет А тут много есть Эмоционально заряженных Моментов Но этот Прямо что-то Порвал Возможно Еще за счет того Что это что-то новенькое Старое Я уже видел Много раз Мне очень печально Что мы потеряли Паромщика И Прискорбно Что случилось На пляже С тем демоном Было тяжело Он был паромщиком И мы смеялись Над ним Когда Слышали Рассказы О их Ссоре С женой Он был частным Человеком Который действительно Заботился О своей жене Мне Так жаль его Но Я так же рада Что с тобой Все в порядке Ну Нас могли убить Кстати Пополо Вы узнали Что-нибудь О ключе К замку Короля Короля Демонов Я пытаюсь Расшифровать Шифр Но Все еще В тупике Верность Цербера Возможно Это относится К собаке Но Я никогда Не видел Таких Странных Собак Должно быть Это действительно Очень сложный Шифр Если даже Вы Пополо Сан Не можете Его расшифровать Но Крючь Пополо Сан Стоит Пожалуйста Этот ключ И Вы Пополо Сан Единственное Кого Я могу Положиться Поэтому Пожалуйста Я Поняла Да Да Я Я Я Я Я Я Я Я Я Проходила Мимо Того Дома И увидела В почтовой Почтовой Ящике У тебя там Письмо Я пойду и посмотрю Спасибо А И еще Так как Паромщик Не выходил На работу Я уже Позаботился О том Чтобы найти Ему Замену Пополо 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 И я уже Договорилась Чтобы Ты мог Воспользоваться Услугами Без Платы Понял Я Понял Я Понял Я Я Я Я Я Я Я Но... этот мир продолжается расти в безусловно. ладно давайте сохранимся и на это можно здесь пока что остановиться и продолжение следует